Лыбецкую магистраль озеленят. Сегодня в ходе заседания Комитета по жизнеобеспечению города главный владимирский эколог Сергей Сухопаров рассказал о том, что вдоль новой трассы появится так называемый «зелёный щит». По проекту, как только будет сдана вторая очередь Лыбецкой магистрали, в течение 45 дней начнётся её благоустройство. В частности, вдоль неё высадят двух-трёхметровые деревья и различные кустарники. Там планируется высадка сотен деревьев, прямо сотен деревьев, и высадка порядка тысяч кустарников. То есть там и роза планируется, там тысяча, по-моему, 800 роз, что это, то что просто морщинистая высадка. Планируется высадка боярочника, 2800, по-моему, кустого боярочника. То есть масштабная, двухсторонняя, прямо вот так зелёный, планируется благоустройство. И уже в этом году... Всего в прошлом году во Владимире по ряду причин было ликвидировано около 250 деревьев, на месте которых тоже высадят новые саженцы. Из 25 лип, которые недавно высадили в центре, 24 прижились. В том числе и липка, посаженная мэром Ольгой Деевой. А вот по одному деревцу проехался какой-то нерадивый водитель. В целом, говорит главный городской эколог, ситуация с озеленением Владимира положительная, за исключением придомовых территорий, где озеленению мешают сами жители. С другой стороны, если мы будем брать придомовые территории, то тут статистика очень отрицательная. И фактически все деревья, ну не все, но очень много деревьев придомовых территорий сейчас нарубаются для этих стоянок. Это в соответствии с нормами законодательства федерального землира и жилищным кодексом. Жители собирают общие собрания и решают, что вот эти деревья не нужны. И, значит, делают это в стоянках.